всем привет дорогие друзья приветствую вас на нашем канале где я рассказываю вам про автомобили их особенностей пытаюсь дать вам полезную для вас информацию сегодня на нашем канале я расскажу вам про машину легенду не легенду но очень хороший автомобиль toyota land cruiser prado в 120 кузове для начала расскажу вам немножечко истории именно 120 кузов появился в какой стране в 2002 где-то в 2003 все зависело от того на какой рынок когда он приехал а так в целом 120 к это глубокий рестайлинг 90 прадика но вся скажем так его модернизация пошла ему только в плюс а так вообще если копнуть очень далеко когда toyota придумала land cruiser он был просто land cruiser но потом они их развели land cruiser остался land cruiser а правда это уменьшенная более городская версия крузака так ее назовем и в принципе прадик именно я считаю городской внедорожник это вот прям крайняя степень джипа внедорожника на котором еще как я считаю еще раз говорю по моему мнению можно ездить в городе спокойно не испытывая дискомфорта от его размера и так начнем лицевая часть автомобиля прадика никогда не была его сильной стороной на мой взгляд она на любителя кто-то считает что у него фары некрасивые слишком зализаны назад я считаю что они ну вполне подходящие для внедорожника он не должен быть слишком красив но слишком страшным быть тоже не должен фары ничем не выделяются треугольной формы оптика в плане противотуманок тоже не блещет своим каким-то там новшествами или чем-то еще решетка радиатора прямоугольная все большое все солидное все выглядит очень серьезно из минусов и недостатков что хочет сказать по этой части во первых свет свет у тойоты никогда не был ее сильной стороной по крайней мере в этих годах выпуска ближние еще более-менее дальнего в принципе нету поэтому я не знаю видно вам или нет вот тут есть дополнительная фара которая является дальним светом с ней еще можно что-то увидеть фары очень сильно песка струются поэтому у этой машины они отполированы и затянута бронепленкой как видите туманки мутные они мутные по одной простой причине что они у них водопроницаемы за счет этого там скапливается водичка они начинают потеть и если вы увидите на прадике яркие и прозрачные противотуманки скорее всего их недавно они либо новые либо просто недавно отполированные а так в большинстве случаях они выглядят вот так под капотом у этой машины устанавливался четыре вида многие скажут три вида силовых агрегатов на самом деле было четыре к нам в страну поставлялись машины с объемом 2 и 7 бензин 4 литра бензин и 3 литра дизель но в японии еще ставился 34 этого образная шестерка 5 взд на наш рынок она никогда не поставлялась но мотор очень тяговитый очень хороший но почему-то они решили что к нам такой мотор не нужен 2 и 7 мотор 4 цилиндровый маленький налог там 170 порядка лошадиных сил маленький налог но и едет он тоже очень слабенько по городу вы еще сможете на нем передвигаться более-менее скажем так достойно по трассе вы поймете что вам его не хватает и поверьте те кто говорит что его хватает его не хватает 4 литра самый оптимальный вариант до налог 249 лошадей это по крайней мере наш регион это 17000 налога но оно того стоит и потом я вам расскажу как можно с 4 литровым мотором с 4 литровым мотором сэкономить дизельные моторы 1кз 3 литра 4 цилиндра турбовый хороший двигатель ничего не могу сказать это один из надежнейших дизелей тойота ну как и все рано или поздно ломается и поэтому если прадику будет в районе 12 лет скорее всего вам потребуется замена именно оборудование то есть это форсунки этот нвд это их ремонт и самая главная беда это наша солярка она очень плохого качества по всей россии поэтому на мой характер лучше бензин но кому нравится дизель пожалуйста вас никто от этого особо отговаривать тоже не будет дальше из минусов еще могу сказать что стекло очень вертикальная много камней в него прилетает поэтому трещины скола это само собой и также по крыше если присмотреться ну вряд ли вам это будет видно тоже много сколов потому что камушки летят прям напрямую туда поэтому новые машины когда выходит салона у хозяева которые думают о будущем затягивают морду в бронепленку крышу и лопухи ну то есть зеркала это то что прям конкретно попадает под камни вот поверьте фары так вообще бедные страдают когда здесь стояла старая пленка на ней были прям куски выбиты от фар поэтому в целом больше про переднюю часть автомобиля нам рассказать нечего точнее мне поэтому мы перейдем боковой части и расскажем вам про мизу так боковая часть автомобиля сбоку toyota lan cruiser prado классический внедорожник классическая форма но если что могу сказать он высокий я метр восемьдесят шесть посмотрите на высоту автомобиля я бы сказал он один из практически самый высокий если взять его класс вот рассказывать про боковую линию и какие-то моменты именно по кузову я не вижу смысла потому что ничего нового я вам тут не расскажу диски стоят 17 на этом автомобиле с очень высоким профилем 200 265 на 65 резина именно такая размерность резины позволяет автомобилю идти мягко по любой поверхности неважно асфальт это или грунтовка пересеченка вы будете очень не испытывать практически вы не будете чувствовать почему вы едете следующий 150 там уже диск сделали можно было купить автомобиль из более большим размером диска но немножечко страдал комфорт здесь сделала все для того чтобы ездить по бездорожью и вообще 120 к я считаю это последний именно внедорожник именно который предназначен для бездорожья интересного в этой машине на мой взгляд и следующим владельцам кто будет покупать себе в будущем такую машину это вот эти вот штуки это пластмасс весь этот пластмасс он идет начиная от переднего бампера до заднего бампера в чем плюс этого всего когда вы где-то притерлись может быть вас кто-то слегка ударил либо вы заехали в лес поцарапали веткой этот элементик отщелкивается красится и ставится на место кузов при этом не страдает в следующих кузовах если вы заметили что-то 150 к пластиковых накладок уже нету и крылью крыло идет ровно есть вы к выпуклости но они и за счет металла и если также еще посмотреть все тюнинг ателье которые делают тюнинг для 150 к примеру одной из частью этого тюнинга являются расширения пластиковые то есть ну даже может быть сами тюнеры решили что вот именно вот такой обвод кузова он просто более эффект не выглядит но на самом деле если оторвать вот эти накладочки кузов там тоже имеет изогнутую форму он там нет неровный но есть прадики так называемые узкими бамперами насколько я помню выпускали их в турции вот этих накладок у них нету за счет этого кузов становится чуть уже и чуть уже становится бампера и уже на точнее не уже а другой вылет на дисках за счет этого машина еще более сужается но это сделано для удешевления автомобиля там они идут насколько я помню и читал механической коробкой и самым простым мотором то есть там это грубо говоря ну это грубо говоря у васик то есть ни о каком там премиуме речь не идет это просто конкретная машина для конкретной задачи что еще интересного здесь зеркала у прадика большого размера в них очень замечательно все видно в любой скажем так человек любой комплекции устроившись сидение он всегда подберет под себя нужный угол поворота рейлинги как и на всех внедорожниках это не является чем-то сверхъестественным для крепления багажника для чем здесь кстати говоря рейлинги очень нужны потом чуть подальше вам расскажу для чего вы это поймете кстати говоря праздник без рейлингов на сленге называется лысом потому что без них он уже ну не так похож что ли на джип поэтому в целом сбоку это классика это внедорожник кстати говоря порог на него можно вставать на него можно вот так прыгать и он не отломится то есть здесь все предназначено для того чтобы вы ехали не по асфальту а чтобы вы ехали в поле вы ехали в грунт вы ехали в какие-то может быть даже камни и при этом машина оставалась целой на этом по боковой части мне лично больше нечего рассказать мы перейдем к задней части автомобиля итак переходим к задней части автомобиля конкретно этот автомобиль как вы видите без колеса на крышке багажника это первый рестайлинг до 1 рестайлинга больше большая часть да не большую часть наверное все ну есть там еще японские варианты конкретно для японии они оснащались колесом то есть запаска висела на двери кто-то говорит что дверь провисала кто-то говорит что все равно но я вам не могу об этом сказать я не знаю но я считаю что toyota это не уазик и вряд ли у нее задняя дверь будет провисать но в нашем варианте дверь без колеса колесо запасной здесь крепится под низом на мой взгляд очень неудобно когда не дай бог в грязи в дождь или где-нибудь еще вам придется оттуда эту запаску доставать вы ощутите всю как если полноту когда вы испачкаетесь когда а самое веселое когда до вас ее года три никто не откручивал весь механизм там заржавел и скорее всего вы просто оттуда не вытащите это колесо поэтому нахождение запаски там на мой взгляд эстетически красиво практически тяжеловато но конкретно у этой машины запаска ездит когда она ездит она едет в багажник потому что там висит газовый баллон про это я вам чуть позже тоже расскажу и так задняя часть автомобиля на мой взгляд как и весь прадик в общем-то прорисован очень красиво нет углов все плавно посмотрите на фонари задней все плавно здесь кстати обратите внимание вот это противотуманные фары они включаются они горят и достаточно очень ярко на мой взгляд очень красивое решение потому что следующий 150 эти фонарики переехали уже вот сюда на мой взгляд выглядит ну на мой взгляд выглядит менее эффектно ручка расположена удобно единственное неудобно открывание двери в стесненном пространстве если вы подъехали куда-то и у вас вот здесь допустим стенка то дверь вам будет уже очень тяжело широко открыть и вряд ли у вас получится туда что-то засунуть и так багажник багажник у автомобиля огромный если вы сложите третий ряд или вообще уберете его сюда можно положить матрас на нем можно спать можно путешествовать то есть машина не совсем она для города она все-таки больше я считаю для каких-то поездок для каких-то путешествий как видите эта машина конкретно семиместном исполнении чуть чуть позже я вам расскажу в чем минусы и плюсы а сейчас пока про багажник объем огромный но каких-то ниш дополнительных каких-то крючочков каких-то сеточек даже шторки здесь не предусмотрено это просто большой вагон образный объем куда вы можете много всего напихать именно хорошо закрепить именно сделать так чтобы это все не болталась вас скорее всего не получится на двери предусмотрена сеточка тоже для хранения всяких мелочей здесь у нас набор инструментов набор инструментов считаю наполовину хорошим потому что половину инструментов реально надежный реально сделаны из хорошего железа можно использовать другие сделаны из достаточно мягкого металла если вам придется откручивать сильно прикипевшую гайку честно сказать я не знаю как у вас это получится не совсем понимаю зачем здесь вот эта ручка честно говоря потому что залезть туда и только и закрыться изнутри все больше она вам нигде не пригодится поэтому про багажник в целом рассказать больше нечего это большое пространство в которое как говорится запихивай запихивать да кстати есть один нюанс дверь вот это вот она достаточно тяжелая если вы день встанете на ветру будете что-то доставать из багажника ветром она может захлопнуться и очень сильно ударить вам по спине но здесь есть крепеж не все просто про него знают так бы по уму он должен быть автоматически то есть вы дверь открыли он зафиксировал но этого не происходит вам нужно рукой тут все это написано кстати говоря рукой зафиксировать и тогда дверь уже держится отлично и никогда она вам спине не даст но как правило про эту периодически забывают пока хорошо не прилетит по спине как только прилетает сразу поминаешь на этом про заднюю часть автомобиля я считаю что мой рассказ окончен больше здесь говорить нечего и перейдем к салон так дорогие друзья салон в салоне именно 120 лично мне очень удобно потому что помните я вам говоришь он высокий в одном плане это конечно минус у него очень хорошая боковая раскачка но зато когда ты садишься вовнутрь а я еще раз повторюсь метр восемьдесят шесть до потолка у меня очень много запаса и я не чувствую что на меня что-то сверху давит поэтому в этом плане 120 к очень удобно поэтому видите где-то ее высота это минус где-то эту высота это плюс итак начнем обзор сверху потолок здесь как во всех тойотах ничего нового ничего интересного просто материал иногда крайне иногда это очень редко я в живую не видел ни разу у прадиков есть люк это может быть в европейской какой-то комплектации либо с японии но российский прадик у которого люк есть я не встречал ни разу откидывающиеся козырьки в каждом козырьке зеркало в каждом козырьке свет не знаю как в других комплектациях в этой конкретном максималке это все присутствует также есть фонарик сверху и очешник кстати говоря очешник открыл с первого раза это редкость поверьте когда надо достаточно 10 на него приходит нажимать потом он все-таки открывается обзорность 120 хорошая да стойки конечно широковаты но нужно не забывать что это все-таки джип они не могут быть вот такой толщины то есть стоечка она присутствует но она не сильно мешает все остальное обзор видно очень хорошо как говорится высоко сидишь далеко глядишь 120 сидишь очень высоко видно практически все когда садишься после седана складывается ощущение что всегда не ты сидел просто на земле здесь очень высокая посадка и ощущение совершенно другие вся панель пластик выполнен скажем так на троечку по жесткости то есть даже вот здесь он не особо проминается тут я как все любят постучать но ведь он не звенит то есть он тут все-таки еще мягкий вот тут уже пошла брончалочка то есть все элементы салона сделаны достаточно из хорошего качества материалов но все-таки это максимальной комплектации в россии тонн позиционировался как дорогой внедорожник а в дорогом внедорожнике все должно быть выполнено из хороших материалов поэтому здесь руль обтянут кожей здесь кожа здесь кожа вот здесь кожа в общем где вот тут жалко нету а так где вы как говорится ваши ручки касаются все обшито кожи и очень приятно на ощущение приборку 120 прадика простая лаконичная очень хорошо читается ночью хорошо читается днем не бликует то есть просто хорошая приборка больше про нее сказать нечего здесь кстати говоря притаился я не знаю как его назвать что-то типа бортового компьютера большая часть информации мне честно скажу неизвестно там отображается расход топлива скажем так скорость средняя средний расход есть температура есть часы есть компас но компас перекочевал сюда со старых курзаков не знаю мне ни разу не пригодился но выглядит очень прикольно то есть чисто вот чтобы хоть как-то разбавить немножко скучновато вот эту серединку вот этот вот экранчик делает свое дело магнитола обычная радио чендер на 6 дисков кассета но для того времени это в принципе стандарт здесь управление климатом климат здесь раздельный конкретно и конкретно в этой комплектации то есть для перед для левого правого пассажира вот но сейчас кулибина разработали такую штуку называется тесла магнитола вот эта штука вся выдергивает и сюда вставляется большой монитор он разработан для 120 для 150 их для даже для двухсотых крузаков и все вот это оборудование у вас становится сенсорная и она управляется ручкой очень красиво встает на данный момент по моему уже там сделала все так что просто штекера надо воткнуть у вас все работает то есть очень классная штука и стоит кстати не очень больших денег бардачок здесь большой объемные ведь сколько много мусора туда помещается показывать на нем это не буду есть еще один бардачок подлокотнику это так называемая погремушка очень большое ведро туда очень много всего помещается но вот это вот его громыхалка очень достает но лечится очень просто берете как она виброизолятор аккуратненько наклеиваете по контуру и все вот это вот гримучесть у вас пропадает до пластик жесткий скрип остается но вот этой громыхалки уже не будет поручить на своем месте честно сказать пользуются им крайне редко потому что есть парковка зачем тогда ручник вот здесь если посмотреть подогрев левого переднего и правого переднего сидения кнопка включения блокировки межосевой межколесной задней в этой комплектации нет межколесная насколько я помню шла в дизеле здесь только межосевая также розеточка 12 120 вольт кнопка спуска с горы вот этот блочок есть только у тех машин которые управляются и управляются которые на пневме и которые имеют подвеску темпс то есть имеют амортизаторы имеют три степени регулировки то есть мягкий нормальный и спортивный очень сильно помогает чуть позже расскажу где конкретные как пневма помогает вам опустить немножечко заднюю часть автомобиля но только для погрузки чего-то внутрь ехать с ней у вас не получится только для удобства погрузки и выгрузки руль небольшой то есть удобный не газели образный такой большой то есть хват достаточно хороший не хочется какой-то набалдашник сюда сюда повесить подрулевые лепестки на месте руль регулируется вот могли бы правда сделать конечно рули не рычажками чтобы был все-таки какой-то привод все-таки максимальная комплектация зачем делать все на механике но с другой стороны привод есть в таком же только лексусе если бы он был в прадике может быть лексус уже мало кому и пригодился с левой стороны блок управления зеркалами блок управления светом все больше ничего здесь на водительском сидении интересного нет посадка очень удобная боковой поддержки мало но поверьте за полторы тысячи километров про проехав по любой дороге вы вылазите из машины у вас ничего не болит на следующий день у вас ничего не болит и вы не чувствуете что вы вообще ездили вы чувствуете что вам хочется спать но именно болевых ощущений связанных с посадкой со всем остальным у вас в этом автомобиле никогда не будет и так про переднее сидение панель я рассказал все что хотел на этом здесь все перемещаемся назад и так дорогие друзья задний ряд поехали расскажем про него что могу сказать сидел я впереди сейчас я сижу за собой как как все показывают видите вместо здесь достаточно коленки висят это конечно минус регулировок у заднего сидения немного вы можете лишь откинуть спинку чуть назад ну или чуть вперед все само сидение вперед-назад двигаться не будет веселухой каких-то развлечений у пассажиров заднего ряда сто двадцатки нету что у них есть есть пепельница есть маленький карманчик который ну который ничего не влазит большому счету даже маленькая бутылочка куда не поместить есть свет свет кстати говоря вот свет очень плохой когда вот этот вот фонарик начинает мутнеть тут он еще более менее светлый свет не очень поэтому вытаскивают ставят диоды тогда уже свет более-менее так свет не ахти что тут еще из интересного здесь есть установка климат-контроля ну кондера грубо говоря вот здесь и вон там как вы видите есть отдельный воздуховод также они еще есть и для третьего ряда пассажиров но об этом позже можно включить себе дополнительный кондиционер подлокотник кстати говоря вот подлокотник здесь прям подлокотник на него прям можно его побить то есть на него может прямо было катится он не начинает уходить вниз вы не кренитесь также в нем есть подстаканники все но честно говоря на заднем ряду когда сидишь чуть выше если начнется какая-то волна из этих подстаканников по моему все по вылетает и улетит к вам вниз ну ни разу не проверял ничего не могу сказать надо как-нибудь засунуть проверить просто ради интереса вылетит это все или нет в целом задний ряд можно ехать если сравнивать к примеру с тем же самым пожиро спорт у которого задний ряд это просто лавочка то здесь конечно комфортно но есть одно но если у вас максимальная комплектация сзади стоит пневмо и регулируемые стойки тогда вам будет здесь комфортно если же у вас пружины и стойки обычные ну как по мне так жопа у такого прадика очень сильно козлит то есть подпрыгивать будете прям достаточно неплохо так дорогие друзья что хочется сказать в общем про этот автомобиль это очень надежный многофункциональный достаточно большого размера автомобиль джип внедорожник который вас в любых условиях где бы вы ни были в городе в лесу может быть вы поедете в какую-то экспедицию может быть вы просто поедете куда-то там на море семьей он вам поможет всегда вы когда вы будете есть просто по городу вы не сильно ощутите его плюсы и минусы но именно на дальних расстояниях он вам поможет вы поймете что это именно то что вам нужно поэтому если у вас есть мысль купить или нет я вам скажу да купить есть еще правда нюансы некоторые про этот автомобиль об этом я расскажу мы вы обязательно выпустим ролик называться он будет пять копеек про прадик там я вам расскажу некоторые нюансы которые не будут его минусами они просто будут легким дополнением чтобы вы об этом знали ну а теперь на данный момент я свой рассказ прекращаю все до скорых встреч до свидания а а а а